Невротик будет выяснять, как правильно сидеть, где чье кресло, чтобы ни в коем случае не сесть на чужое. Маша из сказки Маши и Медведи, она реально просто шизует, со стероидом радикалом. Вошла, ты стоят кровати, ляг в углу просто. Если ты нормальный невротик, не лезь, не твое, заняты места. Они не просто там стоят. Или дождись хозяев и получи это, и потом три раза подойди к кровати, сделай поклоны, и потом скажи, ну ладно, все, и так аккуратно сесть. Ну чужая же кровать, в конце концов. Почему в социальности они чувствуют, что все чему-то кому-то принадлежит. Ну как бы нету вещей просто так валяющихся, оно все чье-то. Поэтому тренировочка важна, чье это место, как правильно сесть и так далее. И когда рассказываешь шизоиду, что у него чувство страха притупленное, он на тебя смотрит как на дебила. Потому что у него могут быть невероятные приступы паники внутри башки. У него что-то не складывается, что-то с чем-то никуда пошло, и у него паника. Но это паника не физиологическая. Это не паника амигдалы, понимаете, которые начали этот что-то, а это идиаторное. Идиаторное. Это как приснившийся кошмар. Улавливаете? При этом, когда ты его спрашиваешь, как ты умудрился сломать ногу, он говорит, что происходило непонятно. Стоял-стоял, вдруг раз, она сломалась. Рефлектор тоже создает впечатление, что он вас реконструирует. Но хочет понять, с кем он имеет дело. На самом деле, это не вполне так. Он изображает, что хочет понять, для того, чтобы вы восхитились. Это первое. На вас наплевать. Но вы восхититесь, и в целом, может быть, даже к вам заинтересованности будет проявлено. Поэтому может быть куча вопросов наводяющих. Но все эти вопросы будут, знаете, как вот тыкаем, где вдруг срезонирует. Ну, то есть, они вот отсюда, сюда, пятое, десятое. О чем с вами разговаривали, вы не поняли. На самом деле, просто кидали удочку с расчетом, что где-то клюнет. Вот, и что такое идеальный брак? Идеальный брак – это когда у вас мужчина шизоид, а девушка истероид. Значит, она видит вечно пассивную какую-то странную махину, но очень уверенную в себе. Да, вот, ее, как бы, притягивает его такая абсолютная уверенность в себе, потому что в этом какая-то мускулинность. Согласитесь, да? Есть же мускулинность, правда? С другой стороны, он пассивный, вот, и поэтому он побуждает вечно, как бы, сказать, к ее, к интеракции. Ну, то есть, если бы он сам что-то еще делал, ну, как бы это могло надоедать, вот это все. А он вообще, да, поэтому давайте мы его чем-нибудь, и дальше, и вдруг эта мускулинность разворачивается на нее, и дальше у них сложная коммуникация, все наладилось в семейной жизни. Вот, для него она вечная загадка. Спасибо. Спасибо.